Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. У нас с вами небольшая рубрика по комментариям. Хотела бы поделиться некоторыми комментариями и обсудить со своими зрителями. Ну и первый комментарий, который хотелось бы зачитать и ответить некой малине. Да, которая написала мне. В Германии есть не только в магазинах, есть ещё и табачные лавки, в которых продают высококачественный табак разных сортов, вкусов. Цены разные, но высокие. Похоже, что вы меряете белорусским мерилом. Теперь ясно, почему столько несовпадений с реальностью в ваших обзорах. Ну и большие глаза и смайлик в очках. Я ответила женщине, вы странная женщина, а каким мерилом я должна по-вашему мерить? Я и спрашиваю, вы думаете, они высококачественный покупают? Странная, правда, женщина. Что значит белорусским мерилом? То есть, значит, есть европейское мерило и белорусское мерило. Это значит а-ля понты Европа по сравнению с Белоруссией, типа такое себе. Ну, знаете, как бы ни было, я живу в Белоруссии, и я постоянно спрашиваю у своих зрителей, чтобы мне пояснили, как и что в Европе. И мои зрители мне рассказывают. Если вы решили своим мерилом померить Беларусь и Европу, то в таком плане можете мерить для себя. А я уже всё поняла благодаря своим зрителям и благодаря своим подписчикам, которые адекватно, понятно рассказывают и объясняют про табак в Германии. Дальше читаю по поводу сигарет и табака. Сигареты очень дорогие, табак выходит дешевле, забивать в гильзы. Так мои коллеги говорят, табак и гильзы продаются во всех магазинах. И я вот буквально пару часов назад списывалась со своей подругой из Германии, чтобы тоже уточнить этот момент. Она не курит, но она как раз-таки была на работе. И да, действительно, есть табак, который дешевле, чем сигареты. И многие женщины и мужчины, чтобы сэкономить, курят табак. Поэтому комментарий от дамочки, которая с мерилом, это как-то не очень-то и сходится. И дальше ещё один комментарий по поводу табака. Оля, табак и бумага для самокруток. Или даже сигаретные гильзы продаются в любом супермаркете. Есть ещё специальные компактные машинки для скручивания этих самокруток. Но ими мало кто пользуется, обычно пальцами крутят. Девки на сигаретах экономят, перешли на самокрутки. Иначе вылетят в трубу. И не то, что на бренды и Макдональдс, на картошку с хлебом не хватит. Ведь за 563 евро пособия надо заплатить за проездной, за интернет, за электричество. Телефон, не знаю, какой у них теперь. Первый, в 22-й год, знаю, был бесплатный. Даже на ныньку они бесплатно звонили. Так что электричество и интернет они на двоих делят. А если бы платили поодиночке, то ходили бы в шароварах, в которых из Польши приехали. Вот я так и понимаю, что табак гораздо дешевле, чем сигареты. Поэтому они покупают табак. И не может такого быть, чтобы табак они покупали прям высококачественный и дорогущий. Конечно же, нет. Ну и дальше еще был ответ к комментарию. Дамочки омерили. Они покупают самый дешевый. Они об этом на стриме говорили, так как им денег не хватает. Вот что и требовалось доказать. Спасибо огромное всем за адекватные, понятные ответы. Ну и дальше. Анька себя окружила исключительно слабохарактерными девушками, чтобы командовать ими и самоутверждаться. Насколько же закомплексованная эта психологиня. И получается же у нее, ребят, и получается. И ответ. Если бы Вика работала и чего-то добилась, то Анька бы с ней не общалась. А так они на равных. А они действительно как на равных. Но только вот у Аньки получается манипулировать. Что Викой, что Настикой. Вот представьте. Если взять Вику, неужели бы женщина, которая окружена вниманием и которая имеет высокую самооценку, она стала бы подчиняться Аньке, показывать в ее же видосах на их фриковом канале своего ребенка? Конечно же нет. Поэтому там Анька командует. Что Викой, что Настикой. Ну и дальше. Меня сегодня поразила кофта или футболка, которая была на Вике. Настолько оляповатая и безвкусная, я бы была о ней лучшего мнения. Ну, вы знаете, я тоже обратила внимание на эту футболку, но я вспомнила еще куртку. Эту куртку, которая как топик. Ну, что скажите красивого в той куртке? Я понимаю, если была бы стройняшка и была бы немножко свободненькая эта куртка а-ля топик. Но никак не для Вики, при том, что она постирала и эта куртка еще и меньше стала. О каком вкусе можно говорить? А футболка действительно какая-то нелепая и смешная для женщины, у которой уже есть ребенок. Нет, я все понимаю. У всех вкусы разные и хочется что-то одевать на себя более такое, какое-то может быть молодежное, даже женщинам, которым за 40. Ну, слушайте, такую нелепую футболку напялить, я не знаю, наверное, девчонки в 20 лет такое уже на себя не натянут. Ну, у Вики абсолютно отсутствует вкус. Ну и дальше это по поводу прыщей. Или кожный клещ. Пользуются косметикой вместе и таскают клеща с морды на морду. Отсюда и прыщи. В Германии много кто самокрутит. И мужики, и бабы. Сигареты очень дорогие. Социальщики самокрутки пользуют. Ну, по поводу косметики. Мне кажется, Анька там вообще никакой косметикой не пользуется. Я не видела, чтобы она была с макияжем. Если только эти свои свистки накачанные намазюкает. И все, кстати, зачем она качала эти губы? Я не знаю. Они у нее как резиновые трубочки. Вот реально совсем неестественные. Совсем неестественные. Она, наверное, думает, что это круто и красиво. На самом деле она выглядит ужасно с этими губехами. Ну и дальше. Мне кажется, что они гуляют по городу в надежде познакомиться с мужчинами. Видимо, у себя на родине знакомства быстро завязывались. А здесь не получается. Нет, ну у себя на родине, понятно, может быть, и завязывали знакомства очень быстренько. Потому что, ну, языкового барьера-то не было. И можно было завязать разговор только так, с кем угодно. А здесь поди, завяжи разговор. О чем разговаривать? Как разговаривать? Языка не знают, ничего не понимают. Или они думают, что там немцы будут их хватать, и там они беженки на весь золото. Ну, это смешно. Ну, хотя, может быть. Хотя, может быть, у них и была какая-то надежда с кем-то познакомиться. Хотя они такие малахольные, что я думаю, что их больше манили вот эти вот развлекаловки. Игрушки повытаскивать, на машинках покататься. Аттракционы манили. Ну, детский сад, ясельная группа. Ну, что здесь скажешь? Вот это психологини. Ну и дальше. Ольга, Анька прислушалась к вашему совету. Заменять слова на другие, которые ей тяжело произносить. Вот правильно, если бы она действительно прислушалась. Я же неспроста рассказывала историю жизненную. И можно вполне менять слова не ребата, а можно говорить, конечно же, и друзья. Я думаю, друзья у неё получатся. Любинки. Ну, есть же звуки, которые она может произносить, и она сама знает это. И почему не говорить другие какие-то слова вместо тех, которые у неё не получаются. Вот всё им надо подсказывать. А потом говорят, что им зла желают. А вот уже пользуются, пользуются моими советами. Ну и дальше. Сейчас гуляют. С числа пятнадцатого на диету сядут. Пособие закончится. Будут у ребят бюджетные закупки. Может и так, может и так. Ну, а ещё Вика рядом. Знаете, тоже от Вики халява поступает. И хитрые они обе хитрые. Знают, что если Вика у них тусуется, значит, она в магазинчик сходит и что-нибудь поесть прикупит. Но также, ребят, они ещё те халявщицы. Поэтому они и живут на широкую ногу. Я уже говорила, и простите, если повторяюсь. В Украине бы они себе столько позволить. Вот сто процентов не могли бы. Ну и дальше. Анька не могла не похвалиться, как бездомному мороженое отдала. Человек о добрых делах не рассказывает, если что. А что ж она своей родне никак не помогает. Знаете, я вот как раз-таки этот момент упустила, когда записывала обзор. Я, честно, ни за что не поверю, что кто-то бы взял мороженое. Ну, правда. Ну, а по поводу добрых дел и этого бездомного, я больше всего думаю, ребят, что это обычная фантазия Аньки, обычное сочинение, дабы было, ну, просто хоть что-то рассказать, чтобы якобы её похвалили. На самом деле о добрых делах действительно не говорят. Добрые дела делают и забывают. Вот тогда они по-настоящему добрые. Ну, и дальше ещё курсы не начались, а они уже о каникулах думают. Опять на Украину поедут. Конечно же, конечно. И будут опять сидеть и стонать, как страшно, как опасно на Украине. Ну, только почему-то они туда ездят, чтобы подвергать себя опасности. Ну, правильно, чтобы лишний раз, наверное, свои свистульки подкачать. Ну, и причесон сделать. Ну, и дальше. Хоть бы джоб-центр никаких курсов им не дал. Или чтобы курсы были в разных городах и разных группах. Чтобы немножко хвост поприжали эти пройдохи. Ну, на самом деле я такой человек, что я никогда не пожелаю зла даже своим врагам, которые меня терпеть не могут. Но я считаю, что это совсем и не зло. Вообще было бы хорошо, чтобы и курсы им не дали, а просто без знания языка отправили их работать. И пусть бы хоть какую-то пользу приносили государству, которое их содержит и в котором они живут. И далее комментарии. Им эти курсы нужны лишь бы не работать. Они опять их завалят. Я согласна. Курсы им действительно не нужны. Главное, чтобы не работать, они готовы учиться до бесконечности. Только бы получать халявные деньги, чтобы можно было заворотничок закинуть, обновочки себе купить, в очередной раз на аттракционы сходить, с жрачкой затариться. И всё это на халяву. Ну, почему бы не жить? Правда же? Почему бы не учиться? Так можно учиться десятилетиями. Зато жить и получать деньги просто так. Просто так ни за что. Поэтому я и говорю, лучше бы их не на языковые курсы отправили, а отправили на работу, чтобы пользу государству приносили и без дела не сидели. И чтобы понимали, что такое заработать деньги, а не просто тратить халявные. Знаете, я вот смотрю, что быстро к хорошему привыкают. И потом совсем-совсем ничего не хочется делать. Ну и, ребят, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что объясняете, поясняете. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за ваши комментарии. Я никогда не сомневалась, что у меня настолько классные, интересные и юморные подписчики. Буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok